здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов я показывал вот такую паденочку приблизительно которую я изготавливал методом разделения крыла давайте мы по просьбе моих товарищей сегодня я для вас вяжу вот такую мушку приступим крючок я беру десятый номер нимфовый но связь изготовленный из очень очень тонкой проволоки на месте крепления наших крылышек я делаю подложечку и подготовил уже перо перо желательно подготавливать так чтобы оно было как можно древесной утки вот у нас сера утка как ее называют чтобы оно было как можно ровнее по оси подготавливаю для себя величину тех крыльев которые я буду изготавливать и остальное креплю вот так вверх на месте одном посмотрели подровняли почему я не обломал не обрывая перья потому что удобнее держать когда на ости находится перу и его центрировать поэтому вы как вам удобней я работаю так промотал и теперь я только лишь отрезают лишние убрали на место крепления я обычно всегда добавляю немножечко капельку клея вот так и промотаем немножко теперь у меня получилось вот такая конструкция сейчас давайте видно я теперь беру дабиновую иглу или же любой предмет который вы сочтете необходимым и разделяю в условном месте так чтобы где была моя величина крыльев на две половиночки равны и теперь беру ту часть которая у меня вот осталось я ее разделил и наклоняю вниз ниже загиба колечка наклоняю и держу вот в таком положении второй свободной рукой я подбираю все перья ровно ровно держу это в таком положении еще раз подровняли захватил держу в таком положении и наклоняю растягиваю и наклоняю наклоняю на место крепления наших крылышек придержали придержали в таком положении наше перо и притяжной петлей подхватываем не отпуская вот остальную часть мы можем отрезать немножечко добавим клей и хорошо промотаем теперь с вами теперь я беру по парочке как у вас выйдет там может больше может меньше по краям вот так крайние перышки и начинаю разрывать наше крыло слева и справа вот так как у вас как вам будет видно вот я вот так разорвал разделил крылышки прикрепим теперь окончательно наши крылышки и отрежем остатки вот я промотал отрезал излишки у меня вышли вот такие симпатичные крылышки для нашей поденочки величину крыльев вы регулируете количеством перьев которые вы будете отрывать возвращаем нить к загибу и здесь крепим я подготовил перо охотничьего фазана отрываем буквально три вот таких перышка и крепим их у загиба когда 10 в Чтобы наш хвостик красиво торчал, я вот так его подниму вверх и за хвостиком вот так промотаю. Опять подняли вверх, промотали. И здесь же у хвостика я креплю две полосочки, вот у меня есть остатки вот такие вот резины силиконовой, буду изготавливать тело из этой силиконовой резиночки. Подхватили, подтянули и проматываем дальше наше тело. Промажем немножко клеем, так как армировать мы не будем наше тело. И до крылышек сформируем тело обмоточкой этой силиконовой резинки. Сперва я с небольшой делаю натяжкой на месте крепления и потом постепенно, постепенно начинаю отпускать. Доходим до грудки, здесь крепим нашу силиконовую резинку. Тело можно изготавливать из чего угодно, как вы захотите. Можно использовать даббинг, но я, что было под руками, то сейчас и использую. Закрепили, остатки отрезали. Я подготовил перышко павлина. Сейчас мы сделаем небольшую обмоточку до груди. И закрепим перо, которое будет имитировать наши ножки. Буквально пару оборотов здесь, чтобы скрыть место крепления. Промотаем нашим пером. Вот так. Закрепим и не отрезаем. Теперь здесь же креплю перо. Перышко я подготовил. Вот такое гризли. Подобрал величину бородок под размер крючка и креплю здесь. Закрепили, и нить я увожу вперед до колечка. Оставляю здесь. Теперь сделаем обороты за. Сформируем как грудочку. И переведем перед крылышками. Здесь закрепим наше перо и отрежем. Теперь мы берем с вами перо и делаем обмотки оборотов, наверное, два. Посмотреть надо будет по количеству ножек, сколько у меня получится. И переводим наше перышко вперед. И следим за крылышками. И спереди делаем два-три оборота и делаем завершающий узел. Отводим все перья назад и делаем завершающий узел. Вот мы с вами и закончили мушку, которую я хотел вам предложить. Как вы видите, крылышки хорошо разведены. Тело у нас нормально. Немножко, конечно, перо чуть-чуть великовато. Но это не страшно. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.